Знак огнетушитера. Оригинальная находка. Упаковочный лист. Ну и где он? Это он и есть, что ли? Офигенная штука. Какая-то джиперская тема уже полезла с земли. Уже второй шакл. Этот еще нечая такая. Можно приколы радиоэлектролизом попробовать освободить. Сегодня в эту не лучшую погоду начинаем копать рельсы. Тут их две штуки. Походу они весьма большие. На благо есть уже макиты на аккумуляторе. Я уже тут ее надпилил. Чуть-то надо дальше прокопать. Там пропилить. Хотя бы кусок попробовать выломать. Посмотрим, что из этого выйдет. Попытка надпилить и разломать кувалдой пока что не увенчалась успехом. Придется пилить дальше. Рельса оказалась большего профиля, чем я ожидал. Ладно, будем пробовать. Главный спонсор сегодняшнего мероприятия 504 Макита. Если бы не она, не знаю, что бы я тут делал. Ну вот, после гмелейских трудов, было себя наконец-то расколоть в одном месте. Можно будет продолжать ее уже в двух направления вкопать. Так будет проще. По крайней мере, я так думал, что проще. Нифига тут простого не будет. Очередная небольшая победа. Далось пилить кусок этой. Сейчас на рельсе. Блин, ну и тяжеленные же они. А ее там еще много-много. Ну вот уже второй кусок. Еще бы этот разделить на две части. Дальше там выкопать эту. Еще вторая рельса здесь лежит. Процесс продолжается. Вот уже и вторая рельса пошла. Так как она проходит под деревом. Дерево уж трубать не будем. Это как тоже столько. Да и сил уйдет очень много, чтобы достать. Рельсы там в яме. А машина там. Вроде всего лишь несколько метров. А веселье мне гарантированно. Методика раскалывания рельс кувалды работает четко. В общем, дело простое. Пропиливается вот эта шапка. Как видно, где пропилена. Вверх. Там рельсы просто переворачиваются вверх. Так ногами ставится на что-нибудь другое. Твердая поверхность. Чтобы она висела в воздухе это место. И просто ударяется кувалдой. Двух ударов не хватило. Физика рулит.